Здравствуйте, с вами Юлия Балабанова и это «Разговор по существу». Сегодня мы пообщаемся с предпринимателем Валерием Хожило и узнаем у него секреты успешной жизни. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Для начала расскажите, какими бизнесами вы владеете. Группа компаний Департамент занимается разнонаправленными бизнесами. Основа это снабжение и сопровождение золотобывающих предприятий. С снабжением занимаемся маслами с масками, шинами для грузовой и карьерной техники, грузоперевозками. Транспортное направление, которое занимается грузоперевозками, оно один из крупнейших перевозчиков на территорию области. В транспортное направление входит предприятие ОАО «Автотек», это старейшее автотранспортное предприятие России, образовалось в 1932 году. Кроме того, есть сопутствующие бизнесы, у нас и спортивные залы есть, естественно. Да, есть и торговля запасными частями, и комплектующими для легковых автомобилей. Ну, также входит даже ресторан. Ну, не ресторан, а бар, берлога. Вот, поэтому, ну, скажем так, спектр разнонаправленный. Хотелось бы отметить, что мы большое внимание уделяем работе общественной, то есть с общественными организациями. Я являюсь исполнительным директором, то есть руководителем Ассоциации автотранспортников Магаданской области. Также участвую в деятельности Союза недропользователей, это тоже областная некоммерческая организация. Вот, возглавляю Магаданское отделение благотворительного фонда «Основы успеха». Он, в принципе, на территории нашей области только начинает деятельность, но, в принципе, перспективы довольно-таки, я думаю, что хорошие будут. Ну, в общем, различные направления. Также я участвовал в деятельности Федерации Токуанду в Магаданской области. Единственное, там, в последнее время, скажем так, немножко отошел. Вот, а ставил, естественно, спорт, это Федерация профессионального бокса в Магаданской области. Вот, наши ребята представляют интересы нашего края и нашей России на международной профессиональной боксерской арене. Ну, вкратце, вот так. А когда вы начали свой первый бизнес и какой? Ну, первый бизнес, скажем так, я по указанию Владимира Владимировича Путина начал, потому что я раньше служил в органах налоговой полиции. Верево, служба налоговой полиции, управление по Магаданской области. Начинал службу в отделе физической защиты, поскольку я занимаюсь спортом, ну, тогда занимался, да. То есть у меня черный пояс по Токуанду, так, занимался рукопашным боем, ну, боксом немножко. Ну, в основе, вот, единоборствами восточными, на карате занимался, выступал тоже на соревнованиях. Попал в отдел физической защиты, затем получил высшее образование, первое, экономика и управление в геологии горной промышленности. Перешел в оперативный отдел, сфера обслуживания была золотодобыча и топливный комплекс. Ну, и, собственно говоря, когда налоговую полицию сократили, упразднили, был вариант оставаться на этой же базе, то есть и перейти в управление наркоконтроля, ну, либо заниматься бизнесом. Поскольку образование было экономическое и, в принципе, всегда интересовала организация бизнеса, управление предприятиями, все-таки решил пойти заняться бизнесом. Первый бизнес был, естественно, юридический, потому что мы, как бы, защищали предприятия уже налогоплательщиков от спорных с налоговыми органами, от незаконных действий налоговых органов. Некоторые с трудом справляются с ведением одного дела. У вас их несколько, причем в крупных и в разных сферах. Скажите, как вы успеваете справляться и руководить столькими делами, и скажите свою формулу успеха. Да, получается, действительно, направлений достаточное количество. Кроме того, общественная деятельность занимает большое время. Ну, в этой связи, в принципе, как бы, как такой формулы успеха не существует. Потому что, да и успех вообще, это для каждого такое, скажем так, определение частного характера. Потому что у каждого успех, он своими делами меряется. И, ну, самое главное, своими целями. Вот. Поэтому, чтобы, скажем так, успевать все, ну да, нужны определенные знания, скажем так, в организации, процессе управления и так далее. Как это может получиться? Ну, это может получиться только таким образом, как, в принципе, всех корпораций строятся. То есть, это мое дело найти достойного человека на руководящую должность, топ-менеджера, скажем. Эти должности так называются, да, то есть руководителя направления. И руководитель направления ведет уже всю текущую оперативную деятельность. То есть, со мной эта деятельность, ну, связана очень мало. Хотя, конечно, существуют определенные проблемы, где нужен мой опыт и мое участие. Ну, проблемы, какие-то вопросы. То есть, конечно, отвлечение имеет место быть. Вот. Для того, чтобы вообще, в принципе, уйти в, скажем так, в дистанционное управление, иметь возможность для того, чтобы заниматься общественной деятельностью, больше времени уделять именно постановке целей, задач. Вот. Здесь нужно в бизнес вообще системное управление внедрять. Ну, это тоже существует определенные технологии. В общем, надо учиться. Учиться много. В данный момент я не скажу, что у меня все идеально. Вот. Ну, стараюсь развиваться. У всех предпринимателей были свои взлеты и падения. Расскажите, сталкивались ли вы с проблемами и как с ними справлялись, с неудачами? Ну, у всех предпринимателей, конечно, случались. В принципе, вообще, когда ты начинаешь заниматься бизнесом и ставишь перед собой какую-то цель, ну, во-первых, там есть какое-то желание для того, чтобы заняться бизнесом, поставил себе цель, в любом случае, тот путь, который тебе нужно пройти, этот путь будет связан с проблемами. Потому что при любых обстоятельствах бизнес – это есть поочередное решение каких-либо проблем. Вот. Сталкивались, любой бизнесмен, все сталкивались однозначно. И тот, кто правильно понимает ситуацию, когда ты, находясь на каком-то месте, идешь к цели, допустим, в каком-то бизнесе, в любом случае, то есть ты не можешь быть в том состоянии, в котором сейчас, в том же состоянии достигнуть своей цели, тебе нужно меняться. Изменения – это есть проблемы. То есть это тебе нужно решить проблемы со своим обучением, поднять уровень образования своих специалистов и так далее. То есть самое главное – твердо идти, быть уверенным, и все будет хорошо, все получится. Многие даже не начинают бизнес только по одной причине – это страх неудачи. Что посоветуете в таком случае? Да, это основная причина, почему люди не начинают свой бизнес. Это страх неудачи, то есть страх неизвестности, страх изменений. Вот. Но здесь что можно посоветовать? В первую очередь нужна мотивация себя. То есть человек должен понять, для чего он решил заняться предпринимательством, заняться бизнесом, то есть какое у него желание. Когда это сформулировано, он должен поставить перед собой цель. Обязательно. Потому что без цели этот процесс очень тяжелый и зачастую окончивается неудачей. Причем цель должна быть настолько высокая, чтобы она у него зажгла в груди такой огонь, чтобы он его постоянно толкал, и его было не остановить. Потому что, как я до этого сказал, то есть проблемы, неприятности и так далее – это неразрывные составляющие, компоненты бизнеса. То есть процесса движения, процесса развития, расширения. Поэтому к этому надо быть готовым и правильно это понимать. А правильно свой смотивированный человек, человек, у которого есть цель, который понимает, для чего ему нужен бизнес, у него все получится. Возможно ли начать бизнес без первоначального капитала или обязательно должны быть вложения? Бизнес, конечно, возможно начать без первоначального капитала, лишь бы в кошельке лежало миллионов 5-10 долларов. В принципе, этого достаточно. Это все шутки. Конечно, возможно. Возможно начать бизнес без первоначального капитала. Все зависит только от человека, от его предпринимательских способностей, которые можно развить. Я начал бизнес свой, имея только калькулятор и ежедневник. Больше у меня ничего не было, когда полицию расформировали. Ну и были те знания, которые у меня были. Ну и как бы желание чего-то достичь именно в сфере предпринимательства. Поэтому все возможно, надо делать и все получится. Как вы считаете, в Магадане есть возможность для открытия своего бизнеса? Как здесь дела обстоят с конкуренцией и рынком? Возможности для открытия своего бизнеса есть везде. В Магадане, конечно, есть определенная специфика. Скажем так, если рассматривать Россию в целом, то есть там мегаполисы крупные. Москва, Петербург. Там свои особенности и, естественно, возможности больше. Скажем так, на периферии, в таких городах, как даже в том числе Магадан, там рынок своеобразный, людей меньше и так далее. Но с учетом того, что мы сейчас живем в информационном веке, в веке технологий, в принципе, открывать свой бизнес можно везде. Можно открыть бизнес в Магадане и работать по всей России, даже выходить на мировые просторы. В любом случае, это нужно делать, я считаю. Нужно и искать нужные возможности. И все получится. Но все зависит просто, еще раз говорю, от горячего желания, которое у вас есть или его нет. Да, ну и от того, какую цель вы себе поставили. Вот, все получится. В Магадане сложнее, но работать можно. Сейчас все уходит в интернет и бизнес в том числе. Что скажете об этой тенденции? Или вы являетесь классическим, или вы являетесь приверженцем классического ведения дела, не онлайн? Ну, тут, опять-таки, зависит от специфики региона. Допустим, у нас в онлайне ввести бизнес, но у нас есть определенный список дозалпывающих предприятий, с которыми мы работаем, ну, в принципе, с которыми работают все. Ну, там онлайн, онлайн это больше подходит, когда бизнес в другом формате работает. То есть не в формате B2B бизнеса для бизнеса, а в формате именно розничной торговли. То есть в основе своей работы с розничными покупателями и так далее. То есть, ну, в принципе, по большому счету, вот эту тенденцию нельзя ни в коем случае оставлять без внимания. То есть нужно понимать, нужно ей обязательно интересоваться. Ну, и в любом случае в интернете вы должны быть представлены, должны быть представлены, должны иметь свои сайты и так далее. Но еще раз говорю, все с учетом специфики каждого конкретного региона и возможности, и вашего желания расширения. То есть, используя интернет, можно расширяться и работать по всей России. Можно, не знаю, придумать франшизу и работать в Магадане и в других городах и так далее. Благодарю вас, Валерий, за разговор. А я напоминаю, что мы общались с предпринимателем Валерием Хожилом. Продолжение нашей беседы смотрите завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова